Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 29 главе книги пророка Исаии Иерусалимского. Здесь в каком-то смысле те предупреждения и обвинения, если хотите, которые в предыдущей главе были обращены к Северному царству, к Ефремлинам, здесь пророк обращает к Южному царству, к Иудеям и конкретно к Иерусалиму как к центру иудейской жизни. Здесь многое очень подобно, очень похоже тому, что говорится в предыдущей главе. В самом начале, в пророчестве о том, как будет происходить вот это очищение, наказание для Иерусалима, говорится, конечно, слово, очень напоминающее множество исторических событий. В первую очередь, конечно, это то, что пророк Исаия, несомненно, застал, это окружение Иерусалима войсками Синахириба. Но ни одного только Синахириба, не только в этот раз так было, когда я расположусь станом вокруг тебя, и стесню тебя, стражу наблюдательную, воздвигну против тебя укрепление. Здесь не вредно увидеть читателя. Вот что. Конечно же, это всякие неприятели. А сирийцы или вавилоняне, или еще кто-то окружают Иерусалим, устанавливают блокаду и так далее. Но Бог говорит, это я сделаю. Потому что в конечном итоге действительно ты сталкиваешься с тем, как Бог противостает твоему греху. И как конкретно это, так сказать, оформлено в историческом плане, может быть, не так и существенно важно. Господь говорит, это я окружу тебя стеной. Это я буду противостоять тому греху, который в тебе есть. Множество врагов твоих будет как мелкая пыль. Вот действительно тысячи, 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 огромное количество врагов. Что это будет? Господь Саваоф посетит тебя громом, землетрясением и сильным голосом. Но в то же время пророк говорит о том, что все эти воюющие народы, воюющие против горы Сион, они все будут как сон. Как сон, который... Вот ты проснулся, и этого нет ничего, как сон. Потому что нет у Бога плана, так сказать, желания отдать действительно Иерусалим в руки язычников. Вот, изумляйтесь и дивитесь, говорит Господь, потому что навел на вас Господь дух усыпления. Вы пьяны, но не от вина. Снова речь идет о потере адекватности, на этот раз в Иудее, в Иерусалиме. Но причину этой потери адекватности пророк видит ровно в том же, о чем речь шла в предыдущей главе в отношении Ефремлин. Заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного. Попытка сделать из завета с Богом договор с Богом, обязанности по которому у людей ограничены. Вот, может быть, самое существенное. И пророк говорит, ну так с Богом не получится, не получится. Всякое пророчество для вас становится тем же, что слова в запечатанной книге, ее дают умеющему читать, он говорит, она запечатана, ее дают тому, кто может ее распечатать, тот говорит, я не умею читать. Вы ничего не можете понять, потому что вы не следуете правде, не следуете правде, вы потеряли адекватность. На самом деле, ведь поразительный урок критического мышления, который преподносит Бог своему народу задуматься о том, не ослеплен ли я, да, и могу ли я действительно услышать то пророчество. Что же именно открывает Бог вот здесь, через Исаию, такого, что люди из-за потери чувства реальности и адекватности не могут понять сами. Вот что, народ этот приближается ко мне устами своими и языком своим чтит от меня, сердце же его далеко отстоит от меня. Эти слова потом будет цитировать Господь Иисус Христос, и они действительно страшно важные. Вот Бог говорит, вы приближаетесь ко мне словами, словами, а сердце ваше далеко отстоит от меня. Вы не следуете тому пути, по которому идет мое сердце, говорит Бог. Знаете, как Павел, да, в одном месте пишет, поздравляю, подражайте мне, как я Христу. Вот здесь в сущности речь идет о том же самом. Вы на словах болтаете, что вы чтите меня, но живете по-другому, ваше сердце далеко от меня. И я вам по большому счету не нужен, говорит Бог. Благоговение этих людей передо мною, есть изучение заповедей человеческих. Понимаете, то есть Бог-то говорит, вот что, вы прям такие все благоговейные, клемма ставить негде, и думаете, что вы изучаете вот мудрость, все, что там пишут про Бога, про путь праведности, про подвиги и того, как там достичь чего-то. Но это все люди придумали. Это не то, что я открыл вам о себе, говорит Бог. Не то, что я открыл вам о себе. Почему? Потому что в вашей жизни нет правды и прямоты. Вот, собственно, самое главное. И Господь говорит через пророка Исаию о чудовищной обманке вот этой законнической религиозности, где все покоится на правилах. И на всякий случай жизни должно быть свое правило. Какая-то формулировка безликая, бездушная и мертвая, которая будет властвовать живыми людьми. Вот это и в христианской, на самом деле, культуре отношений с Богом тоже трудный вопрос, может ли мертвое мнение властвовать людьми. Об этом здесь тоже речь. Благоговение их предо мной, есть изучение заповедей человеческих. Бог говорит, я вам ничего этого не говорил, что вы так изучаете с нездешней силой и представляете, как какую-то там все превосходящую премудрость. И поэтому, говорит Господь, я необычайно поступлю с этим народом. Так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Горе тем, которые думают скрыться и замысел свой утаить от Господа. Речь идет таким образом о том, что Бог видит правду, видит наши сердца и видит, где мы действительно приближаемся к Нему словами, а не сердцем. И поэтому Богу невозможно заморочить голову. Бог не соглашается на вот такие взаимоотношения. И еще совершенно потрясающе поэтичные слова говорит пророк в 16 стихе. Разве можно считать горшечника, как глину? Скажет ли изделие, а сделавшим его не он сделал меня? И станет ли произведение, скажет ли произведение художника своем, он не разумеет? Речь снова идет о том, что Бог видит тебя до самой глубины, насквозь. Честно говоря, это бывает иногда страшновато осознавать. А с другой стороны, а куда деваться? Ну вот так, Бог видит тебя. И ты не можешь сказать, что нет, нет, это не он меня сделал, он не знает, не разумеет. Да? Поэтому приходится думать, чтишь ты Бога сердцем или языком? Возвращаясь снова к дню посещения, пророк говорит, «В тот день глухие услышат, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых, и страждущие будут радоваться о Господе, и бедные будут торжествовать о святом Израиле». Значит, день посещения, день, когда Бог откроет правду людям, вот что это будет, когда наши сердца далеко отстоят от него, и мы пытаемся чтить его устами, этот номер не пройдет. Но в день посещения страждущие будут радоваться о Боге, потому что прозрят глаза слепых. Не будет больше обидчика, и хульник исчезнет. У Исаии все, на самом деле, очень последовательно. Поэтому он, говоря о прозревших глазах слепых, о том, что страждущие будут радоваться о Боге, он помнит, с чего начал, он помнит причины, говорит, не будет больше обидчика, будут истреблены поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Вот с настойчивостью, граничащей с настырностью, я бы сказал, пророк снова и снова подчеркивает, что вот это вранье в суде, отсутствие правосудия, отталкивание правого, те, кто запутают человека в словах, вот это корень обмана людей перед Богом. И корень, и причина того, что люди не в состоянии чтить Бога сердцем, обманываются и гибнут. И вот только тогда, когда это будет побеждено, когда эта неправда исчезнет, тогда страждущие будут радоваться о Боге, прозреют глаза слепых, и тогда Иаков не будет в стыде, потому что тогда они будут свято чтить имя мое и свято чтить святого Израилева и благоговеть перед Богом Израилевым, тогда блужающие духом познают мудрость. Тогда имеется в виду, когда будут истреблены те, кто требующему суда расставляют сети.